Ребята, всем привет! С вами Ненави, и мы проходим шестое испытание в Этерниуме. С игрой этой вы уже успели познакомиться у меня на стримах. Игра очень схожа с Диабло, и сегодня мы пройдем испытание номер 6, за прохождение которого мы должны получить очень даже неплохие вещи, которые помогут нам в продвижении по кампании. Потому что мы дошли до того этапа, что либо ты возвращаешься и перепроходишь миссии заново, либо же ты пытаешься каким-то образом уничтожить врага. И лучше всего это делать именно в испытаниях, потому что здесь можно выбить легендарные вещи. А как вы все прекрасно знаете, легендарные шмотки, конечно же, в разы лучше и сильнее, нежели те, которые можно выбить в обычных кампаниях. Так, отойдем, заморозим, хорошо. Кстати говоря, вот с предыдущего, то что я получил по вещам, я собрал комплект волхва, и теперь вот эта взрывная волна, которую вы видите, она наносит плюс тысячу дамага. Ну, это нормально. Мы будем умирать в этом испытании очень много раз, это я вам гарантирую, потому что оно мне не по уровню. Но вот этот вот удар волны, который вы наблюдаете, это как раз и идет с комплекта волхва. И он наносит плюс тысячу процентов дамага от моего показателя. Ну, то есть, если я стою в плотной куче мобов, то они умирают моментально, сколько бы их не было. Вот вы только что это видели. То есть, не имеет значения, сколько их. Они в любом случае умрут. Вот так вот. Хорошо. Потому что у меня 20 тысяч дамага, и вы на 20 тысяч еще накиньте тысячу процентов. Это просто невероятно. Вот этот навык единственное, что меня сейчас спасает, и на что можно рассчитывать, чтобы как-то проходить вот это испытание. Потому что он наносит дамаг, который идет и явно не по уровню. Так, где же у нас босс? Посмотрим, что здесь за Чупакабра в этот раз появится. Вот так вот, видел? Я еще не успел атаку сделать. Волна прошла. Она выбрасывается после завершения цикла атаки. То бишь, закончилась атака, цикл ее. Пошла волна. Пошла волна, они умерли. Вот так вот, хорошо. Вот так вот, хорошо. Ну, некий читинг получается. С этим навыком это просто некий читинг. И в ближайшее время я не планирую убирать этот набор. Хотя в скором времени он уже будет не по уровню. Я понимаю, что можно будет что-то... Во! Маргот! А с Марготом мы уже дрались. Этого парня мы знаем. Умирать мы будем от него достаточно часто. Ой, больно-то. Слушай. Мне нравится, что на него проходит в принципе все. Потому что предыдущих вот мы бомбили. То, конечно, с ними было посложнее. На них очень много не... Но это нормально. На них очень много не проходит навык. А этот и морозится. Поэтому кайфос. Стоять. Пока он пробежку делает. Мы можем его подловить. Тихо, тихо, тихо. Кстати, тысяча процентов по нему что-то я не вижу, чтобы проходило. Но да ладно. С этим мы разберемся позже. Но нету, нету тысячи процентов от этих. Не знаю почему. Но... Так-то он упал. Но, кстати, в сравнении с остальным я так-то немного раз еще и умер с ним. Но я должен был отходить. Но вот эти понты включились просто, понимаешь. Еще и мобы добавились. У меня тут больше мобы сейчас будут бомбить. Нежели Маргот. Видишь? Пускай они лучше отцепятся. Это из-за того, что я не всю локацию зачистил. Если бы я всю локацию зачистил, было бы попроще. А так как не всю локацию мы зачистили, то подцепаются мобы. Так, давайте посмотрим, что нам упало. Кстати говоря, упало даже не по уровню. Это хорошо. Так, Игнесиус Столб Пламени. Господство Великого Магистра. Использую я навык помощи холода и гасит эффекты горения всех существ вокруг себя. Затем наносит тысячу процентов от оставшегося урона горением. Использует навык помощи огня и наносит три тысячи процентов оружейного урона всем замороженным существам вокруг себя. Затем снимет с них эффект заморозки. Слушайте, так это еще круче, чем тот, что у меня, как вы видите. Еще и дамаг вырастет, и стойкость на 3,6 процента. Что, извините меня, когда 46 тысяч у тебя стойкость, это очень много. Так же, как и урон. И прибавка к золоту будет, что никогда не помешает. Но, кстати, с легендарного, к сожалению, в этот раз ничего и не упало-то. Ну, вот эти мы ботинки поставим. Сюда можно сокет вставить. Они, конечно, немного хуже по дамагу. Но дамаг перекроет посох и будет плюс-минус все нормально. Так, ну что, ребят, прошли мы первое испытание. Ну, как первое. Первое для вас в видеоролике. Для меня оно уже было шестым. И в следующем видеоролике мы пройдем седьмое испытание. Я уверен, что мы осилим. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok